Хотя у них может и Клинкс в мид пойти, но я думаю, что они в райт-клик не будут уходить. Не, не будут, не будут. Это опять-таки вот такой, знаешь, веселый, по сути, гангающий товарищ. Я уверен, что это будет довольно ранний движ. Пуш хороший у Virtus.pro уже. То есть крип энчантерс, который танкует, или просто подходит и очень... Ну, там Doom есть, конечно, который может всегда съесть этого крипа. Для него это небольшая проблема. Ну, а Клинкс — это один из топовых демоделеров. Понимаешь, тут вопрос в том, кто раньше съест этого самого крипа, съест... Когда энчантерс, прикинь, энчантерс просто выбегает условным троллем, бросает сетку, и после этого что? После этого Клинкс его хавает, и погнали. Да, это понятное дело. А если Doom раньше, то неприятно будет. Да, с Хавой Doom и не получится. Смотрим. Last ban, потом last ban, VP last pick. Да, быстренько скажем вам, что в расписании у нас. Третьего числа сегодня стартует. Завтра матчей не будет. Потом будут матчи в четверг, в пятницу. В четверг — суперматч. Суперматчи, потому что OG будут играть против Empire, и OG будут играть против Virtus.pro. Шестого числа очередной игровой день. Vega, Na'Vi, Vega, OG. И девятого — Empire, Vega, Virtus.pro, Vega. Такие интересные матчапы нас ждут. Вот, в частности, 5-го числа OG Empire, OG Virtus.pro — это должно быть очень-очень весело. МК. Видели мы его уже от Ramzes. Ну, это, скорее всего, опять Ramzes и Clinkz в мид. Я так понимаю. Да, да, скорее всего, так. Оранжевик против Viper неплохо должен себя чувствовать. То есть Clinkz с огненными стрелами хорошо. Last hit hit крипов. Трудно у него заденать что-либо. Ну и Вичдоктору придется фактически жить в миде, потому что Air Spirit будет там жить. Enchantress туда может подключаться. И Deseruptor тоже не прочь с Глимсом на втором уровне подойти и помучать. Эскейпнуться ты не сможешь. Ну и чем отвечать? Monkey King'a видят. Должен появиться... А я не знаю, кто должен появиться. Тут Виномансер может быть как саппортом, так и кором. Очевидно, появляется Фурион. Это Фурион для Костика. Это Фурион. Это означает то, что... Виномансер керри от Чаппи. Виномансер керри. Они играли уже не один раз с похожим сетапом, когда Чаппи на Виномансере, Фенна на чем-то другом и Гостик на Nature's Profit. Ну просто у Фена, Вайпера вот так вот как-то сразу и не припомнишь. Мне совсем не нравится Фурион здесь. Абсолютно любой герой практически сбивает ему ТП. Да. То есть улететь очень трудно. Любой приходит, находит тебя и может убить. По карте поймать тоже возможно его. Прилетать на какую-либо линию без Вижена. Там всегда может оказаться No One со скушенным крипом, который изничтожает просто Фуриона. Не знаю, мне пока Фурион здесь не нравится. Возможно, он себя реализует. Может быть, поиграет в какую-то агрессивную доту через Осаду. То есть Чаппи промаксит вардов. Мне Пошка там хорошего крипа скушает. Вот Вич-Доктор прокачает какой-то хилл и пойдут давить, драться на начальной стадии. В принципе, может получиться. Но это Империя. Они умеют играть и в стратегию, и кнопки нажимать. Так что посмотрим. Ну что, погнали. Первая карта. Напомним, что у нас Best of 2 формат. То есть, возможно, ничья. Может быть 1-1. На этом серия закончится. Да и все. Но мы точно знаем, что мы сегодня увидим 4 игры, а не 4 или 6. Солонодизатор, Амзес на МК, Науан на Клинксе, Паша на Энчантрис, Лил на Спирите. Команда Virtus.pro. Ну а Team Empire, Мипошка, Doom. Гостик будет играть на Фурионе. Ван Скор, Вич, Доктор, ФН на Вайпере. И Чаппи на Манцар. Гостик уже тут в смоке. Притаился. Ну, все необходимое он по карте сделал. Паша на Энче. 8 тангусов себе приготовил. Готов впитывать урон. Да, сейчас очень интересно. В Мидлайне будет, в Курьера превратился. Манки Кинг. Пытается, наверное, кого-то приманить. Все все прекрасно понимают. Здесь пенечки. Вдруг кто-то поведется? Да, вдруг кто-то поведется. Помнишь, как ты тогда когда-то повелся, когда стал... Курьер в смоке. Что за баг? Я не помню, что было тогда и почему я завис. Ну, потому что они в смок вошли. Бежали два героя в смоке. И Курьер за ними. Третий бежал тоже в смоке. И ты такой... Почему Курьер в смоке? Что за фигня? Как она? Ладно. А, вот оно что. Видишь, у людей тоже бывают такие брейнлаги. Лил пошел воровать. Далековато побежал. Лил воровать. В итоге Лил не ворует. А Руну, что самое интересное. И у Лил там могут быть определенного характера проблемы. Но он уходит в другую сторону. Я думаю, он уйдет оттуда, да. Он еще и крипочков на себя забрал здесь Лил. Но это для него большая проблема, наверное. Потому что надо как-то отсюда уходить. Драться с мипошкой. Можно было бы, если бы не было крипов. Лил врезался в мипошку. Это проблема. Его сейчас будет здесь ловить. Можно его встречать. Его уже встречает Фурион с пенечками. Отогнали его. Можно дальше ходить. Кстати, Дум, если бы прокачал меч, может быть и убил бы здесь Лил. Но, понятное дело, хочется в лес. Нормально. Лил увел действительно крипо. Выиграл время. Проблема тут у ФНа. Настреляли ему очень серьезно. Там, слушай, а Лил сейчас не хочет подключиться в эту атаку внезапно? Уже слишком далеко ушел. ФНа здесь выгнали Лил. Близко, он близко. Да, ну ты посмотри, что творит соло в самом начале. Очень, конечно, неприятно. И вся движуха Virtus.pro здесь в миде. Сейчас оказывается три героя. Ну и ФН сразу намекает, что братан, мы тебе просто так спокойно жить не дадим. Ну, ФН-то уже практически фуловый. А вот Клинкс пропустил весь первый пак крипов. Я понимаю, что получилось так, что Лил на себя крипов сагрил, они в мид не пришли. И это негативно сказалось на Клинксе. Он начал харассить ФНа. Да, выбил из него какое-то количество регина. Это приятно. Но пофармить тоже, конечно, надо. Рисует план-капкан. Ну, сейчас пойдут вот так. Ну, понятное дело, куда же им еще идти? Так, у нас поставилась пауза. Надеюсь, проблемы не технического характера. Ну, пока нам не написали, какого характера. А это, возможно, просто твой чат не работает? Ну, монитор, монитор. А, чат у меня не работает. Да, скорее всего, у меня действительно не работает чат. Я, как обычно, не вижу, что там происходит. Не, ну, подожди, тут же мы же смотрим с аккаунта Сашиного. А, да, мы чат видим. Просто Клинксос на его игру и ничего не сказал. На моем аккаунте иногда чат отсутствует. По причине того, что он просто отсутствует. Ты просто не любишь чатиться. Я люблю чат. Я, честно, не люблю чат. Это худшее, что было придумано. Многие люди всю свою молодость провели в чатах. Ну, может быть, из-за этого я не люблю чат. Как ты думаешь, а? Так должен относиться с нему с каким-то уважением, трепетом каким-то. Мне телеграм-чатов хватает. Это да. Зачем мне еще чаты там в доте и еще куда-то там. А, Лил вылетел из игры. Ну, сейчас, я думаю, вернется. Может, именно поэтому он и не присоединился к атаке. Его там пинговали, мол, давай-давай, выходи. А он молчал, и они поняли, что что-то не так. Так, секундочку, молодые люди, говорит Паша. Он надеется, что недолго. Take your time, говорит Пашка. Ну, надеемся, действительно, ненадолго вот это вот все затянется, быстренько починятся проблемы. Насколько я понимаю, Virtus.pro сейчас не на буткемпе, не у себя. То есть, когда они играли все квалы, они были на буткемпе. Насколько я знаю, сейчас они разъехались. Но могу быть неправ, могу быть неправ. То есть, технические неполадки, они падают на плечи игроков. Да, да, да. То есть, это не то, чтобы там где-то у них там что-то лагает. Как, кстати, тут дела у Гостика. А он много времени потратил на то, чтобы охотиться на Лила. Ну да, кстати. И в итоге у него 0.2, два снаеха, это, скорее всего, его пенечки. Чапи. Ванскор уже делает этот вот. На первой минуте уже решил не пускать крипов. Да все правильно он делает. Так, конечно, надо, если что, в лес уходить. Если видишь, линия не пришла, взял, пошел, в лес поформил, и все будет нормально. Так, ну мы искренне надеемся, что Лила дома не настигли какие-то проблемы технического характера. Ну, блин, если настигли, это, конечно, реально трагедия. Потому что, ну, я не понимаю, что делать, да, в таких ситуациях. Мы видели недавно, вот, кстати, были финалы квал на, как его, на минор, который Perfect World-овский. И там, во время последнего матча в Vega против Empire, там команды вылетали одна за другой, и очень долго они там пересобирались, ждали очень долго их соперники. То есть без технических проблем никуда, ну, как ни крути, ребят, это киберспорт, да. На компьютерах ребята играют, в интернете. Компьютеры, они нестабильные такие, ребята, они могут подвести в любой момент. Ну да, компуктеры это такое. Даже если у тебя самый модный компуктер. Компектор. Компектор, вот, вернулся, слил. Все хорошо. Компектор у него хороший, действительно. Как у тебя, Витя, прям. Не, ну, таких, как у тебя, только у тебя и Майкла Джексона, как говорил, товарищ Космос из сериала «Бригада». Погнали, погнали смотреть. Мипошка в миде действительно вынужден будет прикрывать намного чаще. Фэн, кстати, он очень битый. И я бы на месте Мипошки так не наглел, потому что Лил рядом. Да, у Мипошки арморовава. Да, и, кстати. И Сенован сейчас начнет разминать Мипошку. Но, правда, Мипошка уже второго уровня. Курьера Лил пошел бить. Курьера Лил пошел бить. И не догадывается об этом. Вот он, Лил выбегает, видит сейчас Лила. Убежал Курьера в другую сторону. Лил, надо катиться за сюда. Мипошка не получилась перегородить путь. В итоге Лил укатился. Иначе это был бы такой обидный Ферд Влад. Похотился за Курьером. Погиб. Много крипов сейчас подходит к Ноу Вану. Главное полостхитить под вышкой. Да, сейчас надо огненными стрелами добивать. Фэн, наверное, не сможет выгнать отсюда Ноу Вана. Не, выгнать так точно не получится. Но мы видим, Денайт довольно неплохо здесь Фэн. Не дает много Нунчику забрать. Этих самых крипов не так легко. Из битвы за Баунтируном будет. Мипошка. Стычка с Сёрд Спиритом. Кому досталось? Лил сфорвало Баунтируну. Чапи. Отравили Пашу. Паша очень медленный. Через Маледикт много урона нанесли. Но мы видим, слишком много на Регене Левиспы. Поэтому Маледикт особо ничего и не сделал. Ну да, первого левела Маледикт мы сами понимаем, что это фактически ничто. И не особо там оно неприятно, скажем так. Там вся проблема в том, что Виспы отрегенивают. И Маледикт ничего не наносит. Так, тут выход на ботом. Лил приготовился. Гостик. Если подставится под Вижен, то его здесь изничтожат просто. Но Мипошка гоняет Лила пока. Получается это делать. Фэн. Одной тычечки не хватает, чтобы получить. Ферд Влад, Мипошка. Есть замедление. Подключается земля. Есть булыжник. Лил съедает Фэрифайер. Но тут Крипы. Наглые Крипы его замедляют. Соло тоже не пробьет Мипошку. Но вот чем хорош Дум Роумищей. Он очень-очень жирный. Под этим Регином его просто невозможно пробить. По крайней мере саппортами. Согласен. Ему действительно нужно уходить дальше сейчас вот в этот подфарм. Выносить какие-то более-менее полезные артефакты. И стараться бегать по линиям. Дальше. Рамзес. 17 на 3 имеет Крипстат. Очень все хорошо у Рамзеса. Ну мы видим, что у Гостика тоже дела в принципе идут хорошо. 11 на 6 у Гостика. И с левелом нормально. Никто к нему пока не бегает. Поэтому чувствует себя здесь нормально. Гостика. А тут Паша. Смотри, в двоих уже боюет. Да, Крипы его не бьют. Поэтому понаглел. Зашел за вышку. Но вот сейчас правда Виспы закончится. И демидж сможет нанести здесь Чапи. Не, ну пока еще работает. Дик вообще ничего не наносит из того, что Виспы выхиливают они в двоечку уже. Антачи был тоже в двоечку. Решил играть без крипов пока. Ну так вот Паш. Хотя получается отводить крипов на себя. Смотри, как замечательно вышло. Он сейчас поконтролит их на себе. Они все равно ему урона практически не нанесут. И спокойненько пофармит. Получится, наверное, пятый уровень. Все замечательно. Мипошка. Выход в спину. На ноуана. Фурион уже здесь. Ноуан исчезает. Но тут же есть дасты. Но он, наверное, отсюда не уйдет. Да. И без бодиблока справится. ФН. Классный ганг. Вовремя прилетели. Возможно, даже и без Гостика бы справились. Но Гостик прилетел и нормально все сделал. Там дасты не у Гостика или были? Я не заметил, кто их проюзал. Нет, дасты. Нет, у Гостика. Все правильно. Потому что у Дума две пачки дастов. Проюзал их в Гостика. Так что без него бы, наверное, Думу пришлось клацать. Плюс порты, которые я законтролюю. Ну да, да, да. Тут ты прав. Хороший ФБ. Посмотрим, что дальше будет делать. Ну вот прибежался до Соло. Будет ли Глимс. Так вот бьют ФНа. Вот его еще и Глимс Санури. Ну и настреливать надо по ФНу по максимуму. Закрывать его Соло не совсем получилось. Но булыжник отлило. И ответочка от команды Virtus.pro 1-1. Быстро ответили. Но мы видим, у Вайпера есть преимущество по крипам. 34 на 9 против 21 на 3. Неплохо так ФН переформил, скажем так. Рамзес. Пятый уровень есть. Но Гостик сейчас понимает, что все его саппорты вышли на мид. Очень быстро его здесь никто не прищемит. Поэтому понаглел. Тарасик. Но у Вайпера есть просветка. Гостик уже снова тут. Но он погибает. Но мучают Клинкса. Ты знаешь, в такие моменты надо писать просто-напросто Лилу и Соло. Ребят, в вашу очередь. Давайте. Паша тут застрял. И Паша умрет. Паша умрет. Паша закрыли проход. И дальше закрывает. Отлично. Наконец-то в Unscore Чапи добились своего. Несмотря на Untouchable. Несмотря на... Собственно на хил Паши. Все-таки смогли его дожать. Ну и это третий уже фраг. Еще и пытаются вышку здесь подпушить им импайр. Но пока Гостик делает все, что должен делать. Начиспрофит. В такой игре. Но Паша уже в нигде. Не хотят отдавать тавер. Очень не хотят отдавать тавер. Но не получится ничего сделать. Так. Мейпошка. Обкатились в него. Но Мейпошка скорее всего потеряет здесь имперцы. Главное, чтобы не потеряли еще кого-то. ФН. ФН влила в грыся. Паша пошел наваливать по ФНу. Ну и уйти отсюда на ДФНчику. Тавер в Мейпошку разменяли. Счет 3-2 в пользу импайр. ДД снизу там лежит. Ну и пока Рамзе сфармит. Вообще не отрывается ни на секунду. Мог бы сделать ТП и помочь тиммейтам как-то. Но решил, что он делает. Так. Просветка. Спруты снова зацепили. Будет ли вайперстрайк или просто будут расстреливать. Просто расстреливать. Но он пока без съеденного крипа. Поэтому он очень уязвим. Появляется Вижен. Не съест он, понятное дело. Мейпошку. Ну и... Ноуана здесь, знаешь ли, так... Плотно загнобили. Хорошо. Подгнобили действительно. 27 крипов. Уже 3 смерти. Да, есть один ответный фраг по... ФН. Но все равно это... Да, я согласен. Этого мало. И я думаю, сейчас стоит переключать внимание на какие-то другие линии Виртуз Проб. Потому что Ноуану сейчас будет проще. Ноуан будет стоять возле Т2. У него появится 6-й левел. Он сможет фармить крипов между своим бывшим Т1. Туда тут Соло. Соло. И проблема у Соло. Ну и Ванскор рядом. Тут же Мейпошка. Вот так вот Соло пытается с дабл дамеджем нанести какой-то урон. Но это нереально сделать. 5-2. Долго здесь Лешка стояла. Видел одного героя вражеского. Увидел второго. Даже не пытался не делать тэп-аут. Никуда-то уйти. Дождался и принял свою смерть всем лицом. Паша. Фейзы. Стики. Ну и самое главное, седьмой уровень сейчас получает. Худ будет собирать. Популярный айтем. Уже мы с тобой обсуждали то, что Энви стартовал эту моду. Любитель худа. Ну и мы видим все больше и больше людей. Так, снизу сейчас будет экшн. Проблемы у Чапи могут быть. Да, прыгает ему на голову. Тут Чапи точно не жилец. Но посмотрим, кого разменяет на Чапи. Рамзес очень много дэмэджа здесь наполучал. Рамзес. Чапи погибает. Рамзес в ответочку. У Лила проблемы. Получил он вайпер-страйк. Лил пытается спрятаться. И дабл-кил здесь для команды Empire. Двоих забрали. Хорошо, что больше никто из Virtus.pro не издрял. Потому что имперцы очень быстро сюда встянулись в четвером. И готовы они были принимать любое количество соперников. Мне кажется, они сейчас спушат этот Т1. И даже не получится ее как-то задефать. Гостик, правда, без маны. Поэтому пенечков сейчас не появится. Но и Фен вместе с крипчиками подходит сюда еще... Это уже умирающие. Нет, будут дефить. Слушай, будут дефить. Сол, кстати, очень битый. Забирает просто на себя крипол. Табр просто так не забрать. Мипошка. Ой, полетели импедусы уже от Паши. Это очень неприятно. Мипошка спрятался. Кстати, были у него стики. Можно было их поражать. Но все равно был умер, скорее всего. А земля там не откатывалась в случае? Можно нам... Нет, еще долго, еще секунд пять где-то было, чтобы включила земля. И тогда он смог, наверное, их пережить. Все это дело. Хороший фраг в соло. Забрал по экспилсу. И забирает еще и вышку на топе Паша. Паша пока дарит надежду. Выходит на вторую строчку по нетворцу. Чуть-чуть отстает от вайпера. О, Лил опять загулял. Надо укатываться ему отсюда. Укатывается под тавер. Очень медленно его отравили. Так, ванскор. Касочка долетит. Касочка. Касочка от ванскора должна быть. Слово еще есть. Вот она, касочка. Лил засловил двоих. И Фен неужели не плюнет? Плюнет, плюнет, плюнет. Все, а это должен быть минус Лил. Слишком далеко зашел Лил. И его наказывают. Киллинг спри уже от Фена. Слушай, мы помним недавно одну игру, где один из игроков на вайпере, скажем так, стал слишком толстым для команды соперника. Гостика пытается принять. Ну, а вот он, ноуан с скушенным крипом. Это проблема. Мипошка. Есть дасты. Может даже их сейчас нажать. Ноуан, мне кажется, все равно не догнать. А что бы не убить его? Что бы не убить мипошку? Нет, по земле очень трудно убить. Вот так вот. Вот так вот. Погнали. Ноуан в МВИДе пытается уйти. Застопили его. Хорошо. Хорошо действует Empire. Мне нравится, как Empire начинает эту игру. Такие очень агрессивные у них перемещения. Этот фурион мобильный. Этот дум, который носится по всей карте. Пока Virtus Pro, я не знаю, на какой-то старой морали, что ли, идут драться. И в меньшинстве. И вот там и Солочь, и Лил любят закатиться туда, куда не нужно закатываться в данном моменте. И в итоге десятая минута. 9-5. Почти двукратное преимущество по фрагам для Virtus.pro. Для Empire, но впереди Virtus.pro. Что самое интересное, потому что все очень хорошо с фармом у Рамзеса. Все очень хорошо с фармом у Enchatters. Да, но Monkey King мы с тобой уже не раз сталкивались. Даже когда они имеют первую строчку на Творце, это далеко не показатели. Но не у Рамзеса. Вот у Рамзес, те игры, которые мы видели, Рамзес всегда отыгрывал очень хорошо. Прям супер хорошо. Ну и ты посмотри, как быстро отрекаверился на One. У него уже 3700. Не, ну это Клингс, он с лесным крипом. Фармит как сумасшедший. У него еще и Soul Ring есть, и Аквилу. Ну то есть с маной вообще проблем нету, но и стрейф может подрубить. Если очень надо. Ему надо побыстрее. Опять-таки это такой герой, которому надо побыстрее вынести медальку. И с этой медалькой постараться сделать еще один во фраг, как он сделал на Гостике. Но проблема в том, что его будут ждать. Теперь его будут ждать. Гостик просто будет TP-аут от него делать. Сады иншнитов. Чапи придется долго простоять здесь, чтобы все это зафармить. Так, ну и FN. Гостик, снизу. Много TP здесь. Гостик должен погибать. Гостик, да, погибает. Будет ли какая-то ответка. Три героя прилетел. Рамзес. Рамзес спрятался. Рамзеса уже не видно. Не видно Рамзеса. Все, должен уходить. Там еще Глимпс подальше Вайпера. Нет, Рамзеса все-таки поймали. Ой, вот это проблема, кстати, довольно серьезная. Рамзес получает рутимейт. Рамзес пытается как-то драться с Эпеном, но это минус Рамзес. Слушай, ну это очень важный фраг. К тому же еще и Соло добрали. Да, и при этом не стал тратить дум. Понимал то, что заберут и так. Паша пытается сплит пушить. Паша замедляется об Варда. Ну, Варда он сейчас сломает. Чапи пытается задефать здесь вышку, но много крипов. Катапульта стреляет. Еще и захваченные катапульты есть, поэтому у Паши хорошие шансы добить здесь Тавар. На потную вышку тоже, наверное, упадет. Наверное, все-таки надо отбежать. Да, Гостик забрал вышку снизу. Паша здесь понаглел чуть, но... Куар, мутли касточки, пошли каски. Пайп, пайп. Должен быть маледикт. Пайп, и он просто улетит. Да, все, ничего не сделал. В ногами не стреляли, кстати. Еще бы на секундочку здесь остался. И, скорее всего, погиб Соло. Глимсонул подальше отсюда дома, но при этом половину хитпоинтов потерял. Вышку задефали. И у Клинкса появляется медалька. Лил уже отправляется на поиски, кого-нибудь найти в лесу, хотя здесь уже ноуан. Так что Лил здесь не особо нужен уже. А ноуан, опять-таки... Ну, Лилу здесь надо быть для того, чтобы кого-то заметить. Просто если Лил кого-то замечает, моментально в него вкатывается, можно убивать. Можно и нужно убивать. Забирать баунтерунку. 11-6, тыщенка преимущества у Virtus.pro. Получается больше выфармливать на карте, даже если их убивают чаще. Чапи. Форстав. Полезно. А этим здесь... Клинкса дистанцию набрать от той же Инчи. Или закатиться и скастовать хороший ультимейт. Ну, типа того, да. Так, Мипошка. Ну, видит его здесь, конечно, Рамзес. Сами Пошка не понимает, что происходит. И... Ну, Рамзес тут так просто постоять. На самом деле, никуда он тут не будет врываться. Но в этом, кстати, и есть довольно большой минус МК. В том, что этот герой очень много времени вынужден тратить не на фарма, на то, чтобы вот так вот пытаться где-то кого-то поймать. А вот это хорошее убийство Рошана. Два десятых левела. Инча танкует. Ноуан через... Или Кентавр. Что-то должно сюда... Не, Мимо пошел. Кентавр это... Инчовский, я так понимаю, подвела, чтобы Ноуанова просто съел. Странно то, что здесь пенька нет. Фуриона уже можно было поставить, играя против Клинкса. Нашли Лила. Ой, Лил. Сайленс по-двоему успеет что-то сделать. Лил. И... В Мипошку. И бежать, бежать, бежать. Лил. Сейчас в Рошпит их завести не хочет. Фурион сюда прилетел. Рамзес дает уртимейт. Ой, может быть, неприятная сейчас драка для команды Virtus Pro. Хотя... Десбард поставили. Лил погибает. Мипошка должен выживать. Соло был потрачен, Климсон, когда еще один секунд. В любом случае тут убили Витч-доктора. Это уже хорошо. То есть ответный фраг, при этом Рошан в копилку ВП. Паша продолжает осаждать. В вышке тут вообще хитпоинтов нет. Так что вряд ли ее задефают. На всякий случай использовали скан. Вдруг кто-то таится там в дебрях леса и... Включился бэкдор. У тебя крипы буквально в секунде от Тавра. Ну, ненадолго он включился. Ну, вот ВП забирает Рошана. Разменивает один в один своего героя и забирает Т2 Тауэр. Хороший размен. ФН 11 уровень за это время получил. Есть Драгон Лэнс. Почти готовая пика. Мипошка. Транквилы. Топорик. Рейндроп. Дасты. Стики. Больше ничего. Бедненький Дум. 2 800 нутворца. Меньше, чем у Лилан на данный момент. Не привык я видеть таких Думов. Все-таки обычно за счет Диваура можно его франклил. Промазал. Глимсанули. И Дум. Успел ли прожать землю? Успел. Мансит. Но здесь уже и Манки Кинг. Очередное замедление. Пошел с танчиком. Мипошка, наверное, погибнет. Все-таки пытается максимум времени выиграть. Мипошка. Булыжник. Дотыкали. Тут уже 4 игрока Virtus.pro. Так что... Ну хорошо, что другие имперцы не подтянулись. Потому что Мипошка тут точно погибала. Дальше... Дальше могло... Ну неприятно быть. Намного-намного более неприятно. Сейчас No One готовится на ботами зайти на хайграунд. Надо просто навязать драку. Ой, Курьера убил. Хорош, Гостик. Это чертежи. Майн-контрола. Вард, который ставится на вижн вот туда возле шрайна. Ты видишь, когда Курьер возвращается домой. И, собственно, прилетаешь и его убиваешь. Браво. Браво, Гостик. Правильно все сделано. Денечко заработано. Хорошо. Ну, ВП начинает давить. ВП начинает давить по линии. И тут, кстати, в бочину заходит сейчас No One. Я думал, что No One вообще на топе останется. И он будет просто сплиткушить FN. Пошли импетусы. Просто, чтобы страшно ему было. Ну, там Паша слабенько пробивает. Маны, наверное, не хватит, чтобы FN расстрелять. Я уже Dragonlance тоже есть. Да, инча, конечно, будет очень опасный. Но, опять-таки, понимаешь, такой оффлейнер, который не должен быть на первом месте по NetWars. Даже он может спокойно идти пятым, шестым. Но жутко неприятным персонажем будет. Да ему просто немного айтемов надо для дэмэджа. То есть появилась пика уже замечательно. Ты можешь в файте и законтролить кого-то, и спасти, и урона много нанести. Такой полезный герой, даже без особо большого количества NetWars. Чапи. Глимсанули. Будет ли Филд? Соло бежать отсюда. Он делает тп-аут. Тп-аут должен избивать. Да, Соло здесь погибает. Оставили его здесь не одного. Ой, хорошо, еще и Паша подставился. А вот зря Паша сюда пришел. Да, Паша очень зря пришел. Конечно, долго его будут пилить под думом даже. Но так как хила нет, Паша погибает. А Чапи 2 кила, очень классных 2 кила сейчас для Эмпайр. Они немножечко допомогут игру перевернуть. При подвер... При подперевернуть, вот так. Это очень странный финн тушами. Ну, просто преимущество не такое уж большое ОВП, чтобы можно было говорить фразу перевернули игру. Нет, так при подвервернуть, при подвер... Ты посмотри, что делает. Ты посмотри, что делает. Это дерево внезапное. Ой-ой-ой, больно, больно. Фэн, тп-аут надо делать. И Рамзес ошибся. Не хватает дэмэджа здесь, чтобы убить Вайпера. Рамзес ошибся. Так а что там Рамзесу было делать? Не начинать со стана? Да, да, да. Так вариант, да. Но, я так понял, Рамзесу подумал, что дэмэджа точно хватит. И они смогут зафокусить Фэна. Фэн толстоват пока. Ну, он и будет таким дальше. Это прекрасно понимает Virtus.pro. Они прекрасно понимают, что с этим Вайпером придется бороться посредством минус армора. Ну, либо Сильверейджа какого-то коррозива скин вырубать и пытаться убить. Так, парт был убит. Который был на Вижене. Или он закончится. Он, скорее всего, был убит. Ну, Паша продолжает фармить. Скоро у него тоже будет Хрикен Пайк. Видим, рецепт. У него там уже валяется на... Фрустаф готовый. Осталось совсем чуть-чуть. Для инчита и пофармить. Станет все попроще. Фэн. В жир. Понятное дело, в жир. Понятное дело, что очень нужна Алибарда. Потому что самый неприятный персонаж для него это Ноуан и его Клинкс. Если его Алибарда не затыкать, будут проблемы. Чапи фармит лес. Чапи тоже Алибарда. Две Алибарды будут. Вот так. Пошел на Фрустафе. Что-то почувствовал или увидел там, я не понимаю. Вряд ли, будем просто так это юзо. Может, и то, и то. Так, FN. Фурион. Простает скиной пошел. Вайперстрайк. Ноуан, адаптный чек. Есть досты. А вот она просветка. Должны быть спорты. Есть спорты. Ноуан пытается улететь. Будет ли хоть что-то. Касочка пошла. Улетает отсюда. Ноуан ставится ультимейт. Слушай, а Гостик тут может умереть. Гостик наполучал. Глинс. И он умрет просто-напросто в оконг-команде. Да, Рамзес его просто уничтожил, не участвуя. Поставил ультимейт и все. Диффуза даешь, он не может убежать. Неудачный ганн, конечно. Нету Юла. Нету ничего подобного, чтобы сбить. Слушай, они будут продолжать. Сейчас будет еще один глипс. Через 2 секунды будет глипс. Здесь нича ультимейта Чапи. Чапи. Чапи проблемы могут быть. Но довольно жирный. Вкатывается сюда лил. Сайлес по-двоему. Ой, как больно. Здесь команде импайр еще ультимейта соло. Очень неприятный. Правда нет кинетик филда. Вынужденный Фэн уходить с пики. Минус 2. Рамзес еще хочет преследовать. Есть замедление. Фэн. Сейчас должен быть станчик. Фэн еще буквально пару тычек. Рамзеса намазали. Нет уже Аегиса. И Рамзес погибает. Ноуан тоже погиб. Ноуан до конца. Паша здесь же. Полетели импетусы. Импетусом еще один убивает мифошку. Чапи. Чапи разменялся. Чапи сделал даблкил. Паша прогоняет Чапи на хайграунд. Это 4 в 3. Слишком далеко пошли в ВВП. По-моему недрак проиграли. Да. Уже возле Т2, Т3 драться. Лилл получил много уронов. Фурион делает ТП. Но отменил. Понимая то, что Лилл скорее всего укатится. Там еще и Паша есть. Ванскор пытается нагнать Пашу. Должны быть спорты. Пошли каски. Будет Маледикт. Ага. И что дальше? Дальше непонятно, что делать вообще. Паша просто нажал без пов и стал фуловым. Гостик понимает, что бить он Пашу не умеет пока. Сильвер Эйдж нужен срочно. Но Гостик, я так понимаю, планирует его и собрать. Юлл появляется у Лилла. Да, очень много классных артефактов. Таких вот артефактов, которые ситуационные нужно приобретать команде Эмпайр. То есть опять-таки те же Алибарды, те же Сильвер Эджи. Без этого абсолютно никуда. По-моему ошиблись в АП. Да довольно серьезно. То, что они погнали имперцев так далеко. Двух фрагов там было вполне достаточно. Но решили, что смогут нагнать там, поубивать всех. По крайней мере, они увидели, что они могут убивать. Но дэмэджи у Империи пока для того, чтобы отбиваться и забирать куров противника с собой в таверну хватает. Это важно. Даже очень важно. Ну, Паша страшный. Ча, конечно, очень страшная. И будет еще страшнее. Не, ну ее всегда можно заткнуть думом и выключить просто из файта. То есть там, правда, героев хватает, которых нужно заткнуть. Это и Клинкса желательно, и Манки Кинга. Сейчас осада начнется от Виртуз Про. Должны они забирать Т1 очень быстро. Не пошка с Солар Крестом. Хороший артифор. Хороший айтем, да, поможет ему защититься. Сейчас Вижен Солар должен поставить. А нет, у него Вижена, у него есть только Сентрик. Ну, Тауэр падает. На Т2 пойдут? Да пойдут, наверное. Скорее всего, две катапульты есть. На Уан заряженный с дезолятором. Так что, надо нажимать портификейшн сразу, чтобы страйф прошел. Иначе Вышка тут просядет. Ван Скор, Ван Скор. Очень неприятная позиция у Ван Скора. Но Ван Скор если переключится, хорошо забегает в спину, забегает в спину. Можно думить Пашу. Пашу задумали. Паша получил гель. Все, про Пашу можно забить. Хороший ультимейт по двоим. Но Уана тоже закрыли. Паша погиб. Гости просыпка дает, чтобы не убежал Ноуан. Но он в дизармии и минус Ноуан. Браво. Браво, Эмпайр. Вот так вот наказывает быстро команду Virtus.pro. Разменивает два в один. Разменивает двухклассных героев в одного Ван Скора. Нормально. Ошибся. Лил там немного. Он не попал булыжником по Вич-Доктору. А должен был попадать. Сто процентов. Тогда бы Клинкс смог спокойно его забрать с двух тычек. Но промазал по стоячему Вич-Доктору. И это вылилось в небольшую проблему. Получил каски по итогу. Дружище на Клинксе. Это плохо закончилось. Ну и не забываем, что Рамзеса там не было. Как бы, поэтому... Соло. А вот это должен быть фраг. Видит. Но нет. Спруты. Почему не успеет? Он сейчас еще сюда вернется пешочком. Здесь же Мипошка. Очень долго работает спруты. Пошел бодиблок. Соло пытается убежать. Может быть какой-то булыжник, а? Ну, вайп. Ну, вайп. Учу-чу-чу. Фэн с дабл дэмэджем просто с двух тычек забрал. Соло. Я думаю, Соло сам не ожидал сейчас видеть этого Фэна, который вот так вот быстро расстреляет. Это, конечно, очень сильно. Ну что, Т2 Тавр снизу падает. Виртуз Прог, кстати, до Т3 уже добирается на топе. И придется имперцам переключать все-таки свое внимание на базу. Или самим пойти? Не факт. Они могут пойти на хайграунд. Или пойдут дефать Рамзес. Пойду дефать. Ой, Рамзес еще пытался цепануть Чапина. Не попал немножечко. Ну и в итоге Рамзес делает тп-аут. Надо какие-то айтемы, чтобы сбивать тп-аут. И имперцев просто игнорируют периодически. Они там в одного вдвоем приходят, нажимается свиток, и вы смотрите, а сделать ничего не можете. Это неприятная ситуация. Всегда думаешь, блин, где Юл, где у нас хоть какой-то стан не хватает. Потому что кроме касок сейчас и одного с пола Дума... Ладно, двух с пола с учетом ультимейта сбивать-то понечем. Ну, Ван. Дальше Блэкинг Ба. Ну, это понятно. Не особо его спасет, если его начнут убивать Дума. Это да. Нашли Лила. Ну, Лил тут пока не спешит. И теперь укатился спокойно. Но получал серьезно, ты знаешь. У него Юл был. Он не особо, я думаю, боялся этого Фуриона. Он в любой момент его поднимал и улетал с тп-аута. И Фуриончик здесь ничего не сделал. Фурион решил не добирать Сильверейдж. Ну, может, решили, что хватает сейчас демэджа, что типа того у ее Иноуан в виде Чапи-Чапи. И раздевардов. Тут Ноуана зацепили гелем. Он не такой быстрый. Ставится Вижен от Ванскора. И Ноуан убежал. Ноуан убежал. Не хотят отпускать ни на секунду топ Virtus.pro. Постоянно его давят, чтобы иметь доступ к Т3. Если имперцы задумаются поддаться. Ну, а имперцы, кстати, очень неплохо. Так в последнее время поработали. Просто этими тп-аутами уничтожаются. Ну, это да. Это действительно не круто. Ну, а что поделать? Ты же не будешь собирать какие-то, не знаю, Abyssal Blade'ы? Юлы. Юлы, да. Самое дешевое, наверное, это Юлы и стопроцентный вариант. Вообще классные артефакты, знаешь. Против всего. Догоняет тебя Клинкс. Поднял его к Юлу и убегаешь себе. Все нормально. Да, начал фокусить тебя. Уже включился в страйк. Поднимаешь либо его, либо если он в БКБ себя тоже скидываешь фокус. Манкикин добрался до Блокингвара. Здорово. Ну, а имперцы в это время забирают Рошана. Не ожидали этого Virtus.pro, поэтому вижны ничего здесь нет. 2000 преимущества для Империи. Это уже хорошо. Клинкс вернул или подальше Мепошку. Хотя, как же, его могли убить. Ну, наверное, подумали, что он там не один. Правильно подумали. Ой, такомой малин. Пашу. Ну, тут Рамзес. Тут не надо драться. Тут не надо драться в команде Empire. Надо, наверное, уходить отсюда. Рамзес включает Блокингвар. Паша по ФНу. ФН сейчас просто умрет. Лил ворвался. Лил пошел ультимейт. Больно-больно дамажит. Поднялся в ветра. Ой, как всех там закрылось. Сейчас неприятно. И дамаж от магнетайза продолжает залетать. Мепошка погибает. Успел Дум бросить No1. Пытается догнать No1. No1 должны догнать ультимейта Чапи. Очень много дамажа также и Чапи. Но не с своим ультимейтом. No1 погибает. ФН забрали Аегис. Размен пока 2 в 1. И Аегис. Это минус 4 в размен на Аегис и Дума. В исполнении Empire. Браво! Да, очень здорово. Подрались здесь. Реализовали это Аегис. Вроде классный ультимейт от Рамзесса был. Но рано его заставили прожрать это БКБ. С помощью которого он просто стрейфился внутри ультимейта. Но драки, как таковой, от него не было. Ну и пошла Орда Пеньков. Падает Т2 очень быстро. Будут ли разводить на байбэк? Конечно, конечно. Забирать здание надо по максимуму сейчас. Причем пока не будет Лила. Это тоже неприятно. Смотри, Паша не знает, что делать. И скорее всего потеряет сейчас Тавр. А у Virtus.pro есть проблемки здесь. Так, Т3 упал. Ну и теперь можно побить Бараки. Просто идти и бить Шрайна. Глимсанули назад. Вернули сюда Чапи. Дизаром пошел на Пашу. Манскор касочками откинулся. И можно идти. Вот они, Алибарды. Вот как работают Алибарды. В прошлой драке мы видели, что Рамзессу дали Алибарду. Он потом включил БКБ, но толку было мало. Он просто бегал по драке. Несколько секунд не наносил демедж. И в итоге все поубегали. Из Имперцев никто не поумирал. Все пережили тот самый демедж с Магнитайза, который пока не особо им опасен. Ну вот так вот. Пока все хорошо. Вот почему мне нравится Дум. На старте драки у него было около 5000 надворца. Он вышел и заткнул героя с 10 тысячами, который вообще ничего сделать не может. То есть двукратные преимущества, мидер. И он выпадает из игры. Да, ты стоишь просто смотришь на то, что происходит в файте. Демеджа ты толком не наносишь. И это неприятно. Это жутко неприятно. Так, ПП. Я понимаю, что они сейчас очень серьезно проигрывают. И на самом деле это уже реально 7 тысяч преимущества. Это много. Это супер много. Надо какие-то делать фраги. Вот, например, вот таких вот. Там Шрайна. Возле Шрайна. Нет, они не могут убить Вайпера возле Шрайна. Это 100%. Поэтому не отступили, наверное. Если бы они нашли там Коутович Доктора или Фуриона, наверное, справились бы. Но рядом был еще и Дум, который Солар Крест моментально повесил на ФНа. И ФН понимал, что ничего ему здесь не грозит. На топе все еще стоит Т1 у Виртус Про. Наверное, туда имперцы и должны наметить свой следующий атакующий шаг. Да, позабирать Т1, Т2. Потом как-то более-менее скучковаться вокруг Шрайна, позабирать их. И уже после этого думать про заходы. Хороший глимс. Ими плашка, но это минус еще до драки. Будет не успеть ничего. А вот зачем ультимейт? Не знаю, Рамзес не пожалел ультимейт. В то время на топе Фурион, по-моему, сейчас уронит Т1 просто пеньками. Никто не будет. Сделали фортификейшн ВП, но никто туда не летит. И Фуриона убивает Соло, ноуан снизу. Ну, вот это плохо. Это ошибки. Это ошибки. И ВП тут же врываются. Они собираются подраться. Чапи. Хороший ультимейт. Лил погибает очень быстро. Чапи. Форстаф уходит из подстатки Шторма. Соло расстрелял. Просто ФН нажимает БКБ Рамзес. Должен добивать здесь Чапи. Чапи очень много урона танкует. Ванскор. Получается танчик. Вбили. Ну, а здесь уже ноуан. Ванскор живет. Подрубил килл. Рамзес рассыпается. ФН уйдет. Даже несмотря на то, что он под минус армором. Решил подраться. Слушай, ФН-то умрет здесь. ФН умрет. А и Чапи, скорее всего, умрет. А есть форстафик у него? Чапи дерется. Ну, и ты знаешь, тут ВП выигрывает драку. ВП явно выигрывает драку, потому что убили до этого а не думая. Это минус 4 в их пользу. Потеряли двух саппортов. Потеряли Рамзеса, который пошел прям в Йоло драться. Если бы, наверное, чуть-чуть раньше подбежал ноуан, могли бы еще серьезнее выиграть этот файт. Ну, если бы он чуть-чуть раньше подбежал, то, получается, он не убил бы Фриона в соло на ботами. А это был очень-очень важный фраг. Огрызается ВП очень серьезно. Не собираются они здесь сдаваться, несмотря на то, что он проигрывает 7 тысяч. Понимает, что герои у них крутые. Если правильно проводить драку, в принципе, все у них может получаться. Ой, слушай, ну ми-пошка. Осторожно надо быть. Надо быть очень осторожным. Потому что ноуан, ноуан вот так вот. Вот так вот и вытягивает Дум на себя фактически. Да, это минус ми-пошка. Убирают ми-пошку, да. Кстати, если бы повесил Дум на ноуана, может быть, и убили бы Фрион сюда подбежал. Ну, слушай, ну что же вы по одному-то подставляетесь-то сейчас. One score. Не стали на него бросаться. Ну, битый ноуан. Ну, вообще, да. Смерть от ми-пошки очередная не особо хорошая. При том, что у него появился даггер. Я рассчитывал на то, что он сейчас, наоборот, будет аккуратнее играть. Держать дистанцию, чтобы, если что, ворваться и заткнуть просто ноуаны. А в итоге подставился. А в итоге погибает второй раз буквально за полторы минуты. Теряют очень много денег сейчас Империя. Фрион на топ полетел, чтобы вызвать пеньков и добить Т1. Фортификейшн там уже был потрачен. Поэтому ВП, если и будут, дэфть вышку только собственным присутствием им лететь туда. Ну, а здесь Чапи подфармливает. Эншентов. Да, вышка упала. Недостаётся Гостику. Ну и ВИЧ-Доктор. Пенчантерс вот с 17-го. Уже в 18-й почти. Симпетусы будут. Третьего уровня. Так, ну Ванна с МКБ скоро будет. Осталось ему совсем немножко. Да, это сам МКБ. Две-три минутки. И ещё более неприятным будет этот товарищ. Ну, по крайней мере, Гостик точно так же будет проседать. Придётся какие-то, я не знаю, собирать весёлые артефакты против него. Алибарды, это, конечно, хорошо. Но вот у Гостика этого самого Алибарды нет. И мы видим, что он быстро погибает. Так же, как и Мипошка. Инвиз тоже не помогает особо Гостику. Сейчас у Чапи 25-й уровень. Ты понимаешь, что он варды взял. Зачастую берут варды. 14% тоже прикольно. Лил могут перехватить. Здесь уже варскор. Перехватили, да. Лила поймали. Ну, хорошо, что не стали на него тратить какие-то лишние сплы. То есть там, я имею в виду, Doom условный. Да нет, вроде как раз империя всегда экономит сплы. Всегда. То есть если они видят, что есть шанс убить героя без использования ультимативных, они не будут его колотить. Много раз уже замечал, выходят. Даже если видят кора, не будут вот это вероломно моментально бросать. То ему пошла осада. Вот эти варды с х3 атакой и хитпоинтами кучей пеньков. Надо как-то защищаться здесь виртус про, потому что Т3 сейчас рассыпется моментально. Это при том, что герои на хайграуте еще не появились. Но они хотят размениваться, скорее всего. Потому что понимают, что, наверное, без лила все равно не подраться. Вот так вот сдалека будет отбрасываться. А варды-то чем-то надо поубивать. Вот в чем проблема. Варды-то очень плотные. Но Т3 это не проблема на самом деле. А вот Ноуан-то заберет бараки сейчас. Да, Ноуан забирает бараки. ТП вот, наверное, это сделать не получится. Умрет. Но барак забрал. А у него байбэка нет. Ой, кише. А то, что нет байбэка, это плохо. 80 секунд его не будет. Мипошка с дабл дэмэджем. Но не успеют, наверное, вообще добраться империя. То есть по топу уже не пойдут. ТП все потратили. Ну, минута есть. Типа что-то можно придумать теоретически. Но на самом деле как-то глупо это все выглядит. Они вели-вели, забрали Т3 по миду. Т3 на топе. А барак в итоге потеряли первыми. Это Клинкс пришел и... Уничтожил. Хотя они уже в мидлейне, слушай. 50 секунд. Не, успеют, успеют. Они нормально могут подраться. Они хотят развести на байбэк, но они же не знают, потому что байбэк нет. И в итоге сейчас придется Virtus.pro дефаться в меньшинстве. Чапи очень хочет осаждать своими вардами. Дезолятор появляется у Манки и Кинга. 35. По-моему, мид надо отдавать. По-моему, надо в тупую отдавать мид ВП. Если они сейчас навяжут драку, на этом может все и закончиться. Да, Клику попадали. Пошел в Т3. Смог прожимается. Пошел был лыжник. FN, заявлял его. Ну, времени достаточно. Выиграли ВПН. По двум сторонам заходит Эмпайр. Они по топу побежали пеньки. Вот в этом-то огромный плюс для имперцев. Они по этой линии сломают барак, и по этой линии сломают барак. Пока летает в Яуле FN. 10 секунд. Пошел защитный ультимейтный трамзес. Нет, пока не пошел. И все, просто падает барак. Просто падает барак. И на топе там тоже параллельно пеньки пилят барак. Ничего не могут сделать ВП. Отлично сыграл Эмпайр. Там еще шрайны стоят, если что, для империи. Более 9 тысяч уже преимущество. В идеале, конечно же, дождаться сейчас появления Рошана. Быстренько его через минус армор забрать, и будет все круто. А там появляется гиперстоун Виномансера. Ну, я подозреваю, что это заветы... А, нет, это не заветы НС. Я хотел сказать то, что... А тут непонятно. У меня опять биполярочка, потому что там и... Арморчик есть под Кирасу, и гиперстоун лежит под Мелл Шторм. И что он соберет из этого, не ясно. Да, думаю, Кирасу соберет. Кираса сейчас нужнее. То есть осаждать бараки через минус армора, но намного лучше. Бабочка появляется у Фэна. Как же классно. Вардами-то обставили сейчас Эмпайр заходы на хайграунд соперника. Смотри, сентри-опс, сентри-опс. Все, они будут видеть, куда ВП вышли. И они все прекрасно понимают. Вот он сентрик, вон обст. Там стоит сентрик, кстати, ПП. Они должны видеть. Вижены не хватает пока. Никто мимо не пробегал. Но вот видит сейчас Рамзеса, знает, что он бегает, знает, где что. Обставляются вардами возле Рошана. Сейчас появится Рошан, да. Буквально через несколько секунд. Там Чапи может поставить один вардик, чтобы он ловал шрайн. Долго, конечно. Так, ну все, Рамзес спалился. Если запрыгнуть и дать ему дум, можно выиграть время на Рошана. Рошан появился. Ну и все, пошли варды в Рошпит. Гуастек. Его здесь, по-моему, видят. Да. А что, Вижен, не будет? Не будет, не что? Что? Улетел. Он просто улетел. Выиграл тонну времени и улетел. И у него еще остается телепорт. То есть он может вернуться в Рошана. Рамзес сражается здесь. С вардами Виномансера. Но Ван подходит. Ага. ФН уже начал фармить. Мипошки просто держать дистанцию, запрыгнуть на ходовой скоров. Там пошел врыв. Попытаются сейчас поймать Рамзеса. Ой, хорошо, через Хекс. А можно и бездума было. Ну ладно. БКБ выключил. Да, Рамзес его били. Рамзес продается с байбэками. Но Ван разменяет, скорее всего, ван скоро. Да, как минимум. Мипошку тоже. Боже, Мипошка, как больно. А вы еще Гостика не разменяли. Мипошку не добили. Гостика тоже забрали. Чапи, Чапи. Сколько дэмэджа получает Чапи. Но Но Ван не может бить. Но Ван пока не может бить. Но Ван сейчас сможет опять бить. Нет, вторая алибарда на него. Забрали его. Забрали Мипошку. Паша против Эфена и Чапи. Ну и Паша. Вот он, Рамзес, после байбэка. Рамзес. Пошел дэмэдж по Эфену. Очень неприятно Эфену. Ну и вот сейчас Эфену надо каким-то чудом жить. Потому что здесь и Паша, и Рамзес. Паша уходит отсюда. Рамзес дал ультимейт для того, чтобы и Чапи... Чапи, куда ты идешь? Чапи, куда ты? Чапи зашел в ультимейт. Рамзес сейчас просто погибнет. Дабл килл от Рамзеса. Оправдан его байбэк на 100%. Вернулся. Не отдали Рошана. Ну, зря пошел Чапи. Можно было просто уйти оттуда. Да, потеряли Вайпера. Неприятно. Рамзес был после байбэка. И в следующий раз, когда его убили, он вывалился из игры. Секунд на 100. Была бы возможность Рошанчик забрать. И на хайграунд зайти. А так пока не очень все хорошо. Ну что? И вот это вот сейчас прям серьезная заявочка от Virtus.pro на то, чтобы все-таки эту игру как-то в свою сторону перевернуть. Она изначально была на их стороне. Они упустили небольшое преимущество в размере 3 или 4 тысяч. Ну да, да, да. Сейчас им приходится отыгрываться из 10, которые есть у Empire. Есть небольшие проблемы. Соло заходит. Чекает Рошпит. Есть Фурион, Вич, Доктор и Дум. Вряд ли они пойдут втроем фармить Рошана. Скорее всего, ВП сейчас его заберут. Потому что 40 секунд в таверне сидеть винованцев. А почему бы не пойти? Они заберут его без проблем. У Рамзеса там демеджи хватает. Ну да. Подкатился, налил. Пенечек все это дело зачекал. Его переманили. Он даже не успел видеть. Забыл, куда шел. Ну, я думаю, он догадался. Я думаю, он догадался. И переметнулся на другую сторону. Ну что, побежали. Теперь ВП могут немножко понаглеть. Хотя преимущество-то по-прежнему у Empire. Не забываем, что как бы выбили байбек у Рамзеса. Это довольно важный момент. Учитывая, что там как бы двух бараков у ВП нет. Мы понимаем, что сейчас каждый какой-то байбек может быть прям суперважным. Проблемы у Virtus.pro прежние. Это невероятно жирный вупер. Сейчас дум будет тоже жирным. Пошки хорошая аура. Пока-то выложит плейтмейл в свой инвентарь. То есть заведется армором. Больше не сможет его так расстреливать Клинкс. Появится Шива. Минусы так спит. Там все дела. Должно быть плохо. Рамзес с Аегисом. Да, байбек он потратил. Но в любом случае у него опять две жизни. Дефуза, кстати, игры Данул Рамзес. Новых 8 зарядов. Уже второго уровня. Дефуза Блейд у него. Тоже неприятно. Там и первого хватало. Паша под арморчиком. Тоже гиперстоун есть. Тоже собирает Мьёльнер. Готовы защищаться, скажем так. Приходится сейчас дефать топ Империи. Ты знаешь, мне кажется, что Имперцы ближайших 5 минут никуда лезть не будут. То есть разбираться с двумя Рамзесами и с Ноуаном, его сыром, это невероятно неприятная штука. Одного-то ты можешь задумить, двух-то задумить не можешь никак. Сейчас ВП должны лезть, а не Империя. То есть ВП понимает, что у них есть Аегис и у них есть преимущество в одну жизнь Кора. Должны всячески навязывать драку. Попытаться спушить. У них пуш-потенциал сейчас очень хороший, все эти минус арморы и так далее. Гем появляется у Вич-Доктора. Сейчас Девардинг пойдет, я так понимаю. Ну и пытается оттолпнуть топ Фурион. 20 700 у топа одного героя на карте. Ну и ты посмотри, как в центре карты собрались ВП. ВП, наверное, хотят пойти на Т2 по Ниду, да? Да, да. Они тут во прям сметут, мне кажется. Секунд, наверное, 5 им понадобится, чтобы сравнять вышку. Знает, где вина Майнсер, да. Тауэр-то, конечно, через Бэкдор Протекшн не особо-то долго живет. Вот так вот на Уан с линкой. И это уже неприятно. У одного линка, у второго Эгис. И кого думить? Зря отходит Виртус Про, как по мне. Могли бы продолжить, как минимум, забрать шрайны. И после этого попробовать осадить файграунд. То есть Айегис, Линка, Блэкинг Бары, все есть. А сейчас показывают то, что побаиваются. А там сплит-пуш. Там сплит-пуш постоянный от этих пеньков. От этих пеньков. А вот этих пеньков, которые только что закончились, да. Сразу же решил отдать им дань памяти молчания. Да, эти пенечки недолго жили. Я думал, что чуть подольше будет жить. Уж как и есть. Что тут поделаешь? Может быть, смол какой-то поражать? Я не знаю. Империя сейчас отдаёт преимущество. Ну, ничего не делая. Но, в принципе, им надо как-то правильно просто формить свои линии. Преимущество у них всё-таки какое-никакое имеется. Оно есть, но ты играешь против Клинкса, Энчантерс и Манки Кинга. У тебя в корах Вайпер и Виномансер. Немного не те герои. Это не какой-то там Сларк, Джиггернаут или что-то подобное, что расфармливается. Или Свэн. Вайпер не самый ультра-сильный герой в дальнем лейте. Мы это много раз проходили. Но он жирный. Он жирный, тут спору нет. Но жирных много. Он может жить. Это тоже ситуативно всё. Он может жить до момента, когда его бьют пять героев в Хигсе или под Сильверейджем. Он превращается просто в кусок мяса. Так, ну что, шрайны свои-то в ВП потеряли. И моментально очень быстро забирают второй шрайны имперца. Всё, шрайны на карте нет. Внешне имеется в виду на базах, понятное дело, что ещё имеется. Ну и ВП ещё и чужой лес занимает. Но вот сейчас, да, вот конкретно сейчас империя вообще ничего не делает и теряет преимущество. И даже вот эти остатки по деньгам, которые у них было. Варды, конечно, очень жёсткие. Варды трудно. Бешного полчаса, он 16 голды дают. А ты хотел, чтобы деньги зарабатывались вот так, без труда? Да. Как у нас с тобой? Да, сидишь, рот открываешь, деньг капает, хорошая профессия. Удобно очень, да. Пришёл, просто поговорил и всё, и ушёл. И как бы ничего, тебя больше не требуется. Ничего не требуется, да. Блин, фармит, конечно, люто. У него Дейдалус на подходе. Он скоро будет, да. Я в какой-то момент сказал, что Дум сможет выжить от его залпов, но нет. Когда появится Дейдалус, расчёт на крит, и Дум всё равно отъезжает. Также у Фуриона огромные проблемы, у Вич-Доктора. Виноманцер ладно с Вайпером, они ещё толстоватые, могут там что-то пережить. А тут ГОСТ надо покупать, но ГОСТ может тебя и не спасти, потому что там диффуза есть. Да. Ой, проблемы. Смотрим. Смотрим, что придумают имперцы, потому что на данный момент мне кажется, что действительно следующий выпад, следующая атака будет от ВП. Именно Империи надо думать, как от этого отбиваться. Ну что, МКБ там появилось. Тут линка у Лила, вторая линка на команду. Ой, ну это уже очень хорошо. Ну и этот матч становится реально интересным. О, каким ещё, может, стоял, ждал, 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 ждал. Не дождался, да. Он ждал, пока купят к рецепту ещё и Мистик Став, но в итоге к рецепту Мистик Став не купили и решил просто убить. Слушай, он сейчас просто забыгнули в барак. А, аккуратненько, надо быть Фурион здесь. А Фуриона убить, а Фуриона убить. Команда далеко, ждёт, ждёт. Но в нужном момента надо прочекать, куда он побежал. Куда он побежал, ТП покупать. У него есть ТП? У него есть ТП. Чё, я ещё второе купил. Хорошо. А, он пошёл сносить Т3, походу. Да нет, он не снесёт Т3 через бэкдор. Чё, он если съест крипа? Крипа, где ему взять? Усиленного, который сейчас появится. Не, не хватит, он просто улетит отсюда. А зря. Я бы рискнул. Проиграл бы, конечно, но риск, дело благородное. Так, Соло. Соло. Пытается его загнать. Есть Хекс, но не пройдут ребята. Ой, Гостика очень больно. Мипошки тоже. Мипошка. Хорошо, что хайграунд его спасает. Ноуан дальше побежал. Ноуан кайтит на себя. Есть БКБ. Ноуан. Дум в него. Не садили. Нет, нет, нет. Там есть хорошие по Соло. И Лилу отравил двоих. Соло может погибнуть очень быстро. И Лилу катился, но он точно не выживет. Деная здесь Соло. Ноуан минус 2. Да, минус 2. Удома есть байбэк. Слушай, без байбэков? Оба. Оба без байбэков саппорта команды Virtus.pro. Это очень важный момент. Да, и все линии откушены. Не получится сейчас как-то у Клинкса там. Ой, 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 ФН там с лоу граунда. А что ты можешь поделать? Саренджер миллиард. Да ничего. Ну, ФН тоже может с лоу с хай граунда или вот так. Вот как бы, если что, треть здоровья с двух импедса улетела. То есть не так все просто. Ноуан, постреляли. Так, Паша. Чапи. Просто добить Чапи. Вот реча. Ой, ой, ой. Тебе просто у них всегда хорошо. Вот там миссы, там все дела. И вот. На топе, на топе. А Гостик делает дела. Тем временем юзает Глиф. Но постараюсь посылить. Нет, Барак упал. Барак упал. Браво, Гостик. Ииии. А щас снизу заходи. А щас снизу заходи. Ну, Гостик. Забрали. Уже никуда не зайдет. А, че он сразу не ушел? Я не знаю. Он вроде довольно рано забрал этот барак. Зачем-то поднялся на хай граунд. Неясно. Но в итоге все равно минус страна у Virtus.pro. Теперь две линии пушатся. А Гостик говорит... Все нормально. Все нормально. Ребята, ну умер. Ну ничего страшного. Я раз в десять умирал. С каким фуреном не бывает, как говорится. С каким фуреном не бывает. И действительно. Что, Рабзес, двадцать пятый. Что у него в двадцать пятом за талант, какой он выбрал? Левый, какой я забываю, какой левый. А, ну, Крит. Крит хороший там будет. Ну, хотя, потому как рассыпались пеньки фуреном в прошлый раз. Когда они поднялись на хай граунд. Ну что же, Virtus.pro. Вот он смог. Побежали кого-то искать. А Эггис пропал. Пропал же уже Эггис, правильно? Да, да, да. Ну, сыр по-прежнему, но у она остался. Лил покатился. Не попадает булыжником. Пошел. Ну, слушай, у Вайпера могут быть проблемы. Вайпера закрыли. У Вайпера могут быть проблемы. И в него, если абсолютно весь дэмэдж сейчас впихнут. Вайпер. Вайпер страдает. Есть форстап. Вайпер. Еще три удара надо сделать по нему. Да, Вайпер погиб. Будет ли... Нет, не может сделать Вайпера. Ой, вот это трагедия. Чапи могут не отпустить. Пошел булыжник застал. Чапи врасплох. И Чапи здесь тоже погибает. И тоже без Вайпера. Да как же так-то, а? Один соло погиб. Только сейчас появляется Гостик. И два мейнкора без Вайпера в эту секунду оказываются. Фурим пошел выигрывать время. Уже улетел на ботом, чтобы застопить крипов. Да они в Т4 пойдут. Если они сейчас поймут, что там нет вайбеков, они просто пойдут до конца. Они сделают мега крипов, это точно. То есть 70 секунд... Не, 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 смотри. Если они сейчас будут сносить мид, увидят, что нет вайбеков, они просто пойдут в Т4 сносить. Смотри. Оп. Они понимают, что вайбеков нет. Сейчас переждут еще Глиф. Ждут ВП. Ну, Ван побежал на топ. Потому что пока еще Virtus.pro не понимает, что там нет двух вайбеков. Так. Появляется Crimson Guard на топе. Хекс по No1. No1 можно убить. No1 можно убить. No1. Проблемы у него. No1 на развороте еще дерется. Мипошку разменивают. Гостики едва живой. Ванскор на три выстрела еще. Ванскор минус. Вайбек сделал только Doom. Вот ВП сейчас должны понимать. ВП сейчас должны понимать, что то, что не выкупается два мейнкора, это что-то дозначит. Ну, вообще странно то, что не выкупается клинкс. Гостик. Сейчас есть вайбек. Паша. Что, забрали одну сторону. Забрали вторую. Забрали. Нет, Барак, Барак снизу стоит. Барак снизу стоит. Паша. Еще целых 11 секунд. Это бы хватит. Мипошка после байбека пошел Еул. Должен быть сейчас булыжник. Мипошку встречает. Паражат Шрайн. Рамзес опрыгнул через дефуза. Но нет, у Мипошки здесь шансов не остается. Мипошка погибает. Рамзес заткнули сайлансом. Он просто кастует все степаут. И Рамзес поставил ультимейт. ФН. Ну, и, кстати, ФН умрет. ФН. Ну, вот и все. Вот и все. Вот и Манки Кинг. Гэгэ. Как-то слишком глупо эта игра закончилась, если честно. Да, вот без байбеков имперцы вышли, их подловили. И в итоге все как-то сумбурно и быстро закончилось. Но не быстро. 49 минут. Стандартная такая игра в Дота 2, скажем. Ну да, просто концовка получилась такой чуть-чуть скомканной. Потому что казалось до определенного момента, что все там будет нормально. И Империя даст еще бой. Они забрали три барака. Они там все классно делали. Ну, чего-то не хватило. Вот чего-то не хватило.